День скорби, попавшим в Великой Отечественной войне, начался еще глубокой ночью. Десятки ярославцев собрались у вечного огня. В тишине зажгли траурные свечи, возложили цветы и запустили в небо десятки белых шаров. Память погибших в страшные годы войны почтили минутой молчания. Отец мой не любил рассказывать про войну, потому что у нас в семье было две девочки, две дочки у него было. Он говорил, что это очень тяжелое время было. Днем к вечному огню продолжали идти горожане, несли цветы и свечи. Многие пришли с детьми. Я вас всех люблю, кто за нас воевал. И хочу вам сказать спасибо. А еще мы вам принесли свечку, чтобы зажечь. Вот она. А потом сказать спасибо еще раз, кто за нас воевал. Таких взрослых речей от маленькой девочки не ожидал никто. Камила Степанова, курсантка детского класса 44-й школы. К вечному огню пришла, чтобы зажечь свою свечу в день памяти и скорби. Вместе с ней ее одноклассники, многие не старше 9 лет. Но о дате 22 июня знают из рассказов своих прадедов. Это развивает в первую очередь патриотизм, память о предках, о подвигах предков. И надо помнить этот святой день. Вместе с кадетами почтить память солдат прибыли учащиеся ярославских школ и патриотических организаций. К ним обратился глава региона Сергей Ястребов. Вспомнили о начале, пожалуй, самого страшного дня в истории человечества и на воинском мемориальном кладбище. Здесь в память героев Советского Союза возложили цветы и запустили в небо воздушные шары. Дарья Смирнова, Сергей Ватин. День в событиях.